Россо удивляет, учитывая планы страны подписать договор об ассоциации с ЕС. 385 долларов за кубометр – справедливая рыночная цена. Кроме того, Москва обещает не менять эту цифру по меньшей мере год. Но исполняющему обязанности премьера Украины Арсению Яценюку этого мало. Он хочет еще сильнее снизить цену. И это несмотря на то, что Украина по-прежнему должна России 4 миллиарда долларов. Если газ – политический инструмент, тогда он находится в руках российского правительства. Если газ – товар, чем он является в других странах, тогда торговля должна происходить на основе контракта, а не отношения российского правительства к украинскому. Интересно, что нынешний министр энергетики Украины занимал тот же самый пост в 2009 году, когда Юлия Тимошенко и Владимир Путин договорились о почти такой же цене, которую Россия предлагает сегодня. Главу «Газпрома» подобная тактика Киева не удивила. Заявление премьер-министра Украины, господина Яценюка, было сделано во время трехсторонних консультаций Европейского Союза, Россия и Украина. И фактически этим публичным заявлением премьер-министр Украины сорвал трехсторонние консультации. Можно сказать, что позиция украинской стороны – это открытый шантаж. С самого начала никаких конструктивных шагов, никаких компромиссов и, похоже, просто желание обострить до предела наши взаимоотношения в газовой сфере. Такая ситуация, безусловно, ставит в затруднительное положение Европу. В 2006 году поставки газа были прекращены после того, как Украина начала изымать газ, предназначенный для Европы из транзитных труб. В 2009 году она сделала это снова. Россия уже пошла на уступки и перенесла крайний срок оплаты для продолжения переговоров. Теперь очередь за Киевом.